Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Ни для кого не секрет, что черепахи являются одними из самых выносливых животных на Земле. Они прекрасно приспосабливаются к жизни в таких условиях, которые другие сочли бы негостеприимными. Это история про особо стойкую черепаху, которая существовала в неестественных условиях на протяжении нескольких десятилетий. Это произошло в Риоленго, в западной области Рио-де-Жанейро. Семья Алмейда была невероятно удивлена, когда обнаружила в ящике потерянное 30 лет назад животное. Еще в 1982 году семейство было опечалено исчезновением до башнего любимца, молодой черепахи с красными ногами. Она пропала без вести. В то время их жилище ремонтировалось, поэтому семья предположила, что медленно двигающееся животное выскользнуло через ворота, оставленные открытыми строительной бригадой. Попытки найти любимца не привели к успеху. Неподалеку от дома находился лес. Хозяева решили, что черепаха убежала именно туда. Настоящая судьба их потерянного питомца оставалась загадкой в течение следующих 30 лет, то есть до тех пор, пока они не увидели неожиданный сюрприз. После того, как их отец Лионель скончался, дети вернулись, чтобы произвести уборку в семейном доме. У мужчины была привычка хранить различные предметы и электронное оборудование. Это хобби настолько укоренилось, что старые вещи занимали целую комнату и второй этаж жилища. Отец тащил домой все, что считал возможным починить. Он подхватывал любой хлам, валяющийся на улице. Если бы он нашел старый телевизор, то подумал бы, что в будущем он сможет использовать его для ремонта другого телевизора. И таким образом он накапливал вещи, объясняет дочь Ленито де Алмейдо. Решив, что большинство предметов, найденных отцом, являются в основном мусором, семья принялась переносить их на помойку. Но в то время, как сын Леонардо Алмейдо совершал очередной поход к мусорному контейнеру, к нему подошел сосед. Он спросил парня, собирается ли тот выбросить черепаху, которая скрывается внутри ящика со сломанными пластинками. В тот момент я побелел и не поверил своим ушам, поделился Леандро с журналистами. Именно тогда семья Алмейдо узнала, что каким-то невероятным образом черепахе удалось выжить. При этом ее потеряли 30 лет назад. Вся семья была в восторге от такого сюрприза. В конце концов, любимая черепаха Мануэла вернулась. Но как ей удавалось годами жить в комнате, полной электронного оборудования? Профессор и ветеринар Джефферсон Пирес объяснил фантастическое явление и рассказал об отличных навыках приспособления этих животных. Он говорит, что черепахе удалось выживать благодаря термитам, которые находились в большом количестве в старой мебели. И хотя она оказалась прекрасно себя чувствовала в пределах складского помещения, Мануэла несомненно обрадовалась воссоединению с семьей, которая так долго думала, что она ушла навсегда. Трудно оставаться невпечатленным жизнестойкостью черепах. Это действительно удивительно. А была ли у тебя домашняя черепаха? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Субтитры создавал DimaTorzok